МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие гости! Начнем, наверное, с вас, Надежда Николаевна. Расскажите о своей семье, о своих детях. Здравствуйте! Что можно рассказать о нашей семье? Мы вполне естественная, обычная семья, как и все. Муж Яблоков Сергей Геннадьевич работает в пожарной части 4-го отделения. Я работаю в Славенко художником. Дети учатся в 6-й в школе имени Чапаева. Также ходят на спортивные занятия старшие Павел с Дмитрием на дзюдо в стадион «Спартак». А Злата у нас ходит на спортивную гимнастику с 5 лет. Младшие Алексея с Ильей тоже стараются за ними же подтягиваться. Упрашивают с ними поиграть, позаниматься, побегать, попрыгать, на лыжах кататься. Вот друг к другу таким образом. Много детей – это, конечно, большая радость и большие хлопоты. Скажите, какие проблемы у вас есть? Какие-то возникают вопросы, проблемы в семье? Таковых проблем я не ощущаю. Единственное то, что если вдруг я не успеваю по домашним делам, то у меня старшие с уроками, дочки, свои сестроньки всегда помогают. Они ее подтягивают, они ей объясняют, помогают. Если не поняла, еще раз могут объяснить. И по хозяйству помогают. У нас свое хозяйство. Утки, курицы, собаки. То есть у вас свой дом? Да, у нас свой частный дом. Откуда к нам приехали тогда, расскажите. Мы из Яльчикского района. У меня муж из Большой Таябэ. У него очень большая семья, у них пятеро детей. Дай Бог им здоровья. Родители воспитали своих детей очень порядочными, хорошими людьми. Одна из них, Светлана, даже золотой медалью закончила в школе. Муж тоже. Ну, не золотой медалью, но все равно учился. А Алина, Алеша, они тоже вот так же в Чебоксарах учатся. Живут, работают, семью завели. Уже, да? Да. Понятно. Есть с кого брать пример. То есть большая семья у мужа, большая семья теперь уже у вас. Да. Хорошо. Алина Николаевна, скажите, вот с какими вопросами к вам чаще всего обращаются, и вот какие пути решения? Вот у Даны, нашей героини, вопросов, я так понимаю, особых нет проблем тоже. Большая счастливая семья, все же я знаю, что вопросы есть, и проблемы возникают. С какими проблемами приходят? Я, наверное, вначале немножечко хочу остановиться вот на семье Яблоковых. Я с ними познакомилась, когда мы рассматривали документы, которые подали семьи для участия в конкурсе «Семья года». И, вот знаете, я, наверное, даже не представляла, что у нас в Чувашской республике есть такое огромное количество семей, которые являются уникальными, образцовыми, с кого надо брать пример. И когда мы рассматривали документы у этой семьи, мы были удивлены тем, что дети на самом деле состоронне развитые. Они, вот родители являются, и Сергей Геннадьевич, и Надежда Николаевна, они являются хорошими работниками у себя на предприятии. У них есть определенные достижения. И в то же время они детей приучили любить семью, любить труд. Они все занимаются спортом. В то же время они занимаются творчеством. Если посмотреть фотографии, где только они не участвовали, посмотреть их грамоты, дипломы, мы, конечно, когда комиссии рассматривали, все единогласно сказали о том, что они должны быть победителями в одной из номинаций в конкурсе «Семья года». Если говорить о том, вот какими вопросами на сегодняшний день обращается к нам, нашу организацию, это, конечно, в основном женщины, это мамы. Обращаются к нам и те женщины, которые оказывают сложную ситуацию. Это мамы, которым нужна помощь в воспитании детей. Часто у нас обращение мам, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому в 2018 году было принято решение нашей организации написать, участвовать в проекте на получение гранта президентского фонда. Как раз тема была выбрана, касаясь этого направления. Мы написали грант «Особые, разные, равные». Как раз по поводу детей с ограниченными возможностями здоровья через театр, через занятия, мастер-классы показать возможность родителям и самим детям, что они талантливые. То есть у нас все дети одинаковые. Есть у нас случаи, когда здоровые дети достигают успехов, но в то же время у нас и дети с ограниченными возможностями имеют такие же равные права и показывают успехи. Кроме вот таких вопросов, конечно, есть и женщина, которая обращается с вопросами, оказать юридическую помощь, помочь в решении каких-то вопросов, связанных с жильем, трудоустройством. Конечно, говорить о том, что мы можем и в состоянии все вот эти вопросы решить не можем, но мы стараемся хотя бы оказать юридическую такую консультацию, дать правильное направление, как будет дальше. И кроме этого мы продолжаем проекты, которые были написаны и выиграны и ранее, когда в 2016-2015 году мы сотрудничаем и онкодиспансером. Есть у нас ресурсный центр, где женщины больные получают возможность для реабилитации. Но стараемся всегда всех поддержать. У нас сейчас есть направление, связанное с поддержкой женщин бизнеса. Конечно, не самих состоящихся предпринимателей, а тех, которые начинают. И такое направление мы взяли. Стараемся всем помочь. У нас есть в каждой муниципалитете, в районе свои отделения. Там тоже женщины очень активно работают, часто собираются, проводят различные мероприятия, тоже стараются решить все вопросы, которые там возникают. Уже совместно. Совместно, да. При встрече мы... У нас есть план работы, мы совместно все эти вопросы стараемся решить. Я так понимаю, Надежда Николаевна, вы у нас семья года 2018 года получили номинацию. В одной из номинаций. На них ваше аплодисменты и семья я вам покажу. Показать. Расскажите, как вам удалось? Как удалось? Что самое главное? Как вы считаете? Ой, самое главное, мне кажется, то, что дети везде участвовали, они побеждали, они показывали свои достижения, привозили. Это мы говорим о дополнительном образовании. Как вам удалось совмещать все? Я не понимаю, у вас 5 детей, вы каждому пытаетесь в каждую вложить, каждому дать. Расскажите, я знаю, что есть у нас еще один герой, это Наталья Захарова. Расскажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, какие у вас есть услуги для многодетных возможностей семей, вообще для детей? Что вы представляете? Какие возможности? Поскольку я являюсь представителем дополнительного образования, я должна сказать, что у нас в Новочебоксарске на сегодняшний день занимается более 3,5 тысяч детей. В возрасте от 6 до 17 лет. Мы работаем по абсолютно любым направлениям дополнительного образования, то есть это и хореография, и вокалы, декоративно-прикладное творчество. Сейчас пользуются спросом техническое творчество, то есть ребята приходят в кружки технической направленности, получают образование, получают дополнительные навыки. И это, конечно, является огромным шагом к их дальнейшей самореализации. Мы работаем и с многодетными семьями, то есть у нас таких ребят очень много, деток очень много. И, конечно же, мы... На какой основе они работают? Мы работаем абсолютно бесплатно, то есть любой ребенок может прийти, к нам записаться. Это многодетные семьи, мы говорим. И многодетные дети, и просто дети из обычных семей. То есть у нас отбора нет, потому что мы работаем по обычным дополнительным общеобразовательным программам. То есть любой ребенок может прийти, показаться абсолютно в течение... Проявить себя. Да, абсолютно в любой месяц учебного года мы его принимаем. Он приходит, посмотрит. Если ему это нравится, он остается и занимается дальше. Также хочу поддержать тут Алектина Николаевна и сказать о том, что мы работаем и с детками, у которых граничные возможности здоровья. Уже не первый год на «Очбоксарске» у нас существует проект «Удивительные дети». Мы приглашаем на мастер-классы таких ребят вместе с родителями. И вот именно в рамках таких мероприятий ребята раскрывают свои творческие способности, и родители могут поверить в своих деток. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих завтра в субботу в час в «Очбоксарске» будут проводиться творческие выходные. И как раз такие детки вместе с своими родителями могут участвовать в различных мастер-классах на базе «Очбоксарского центра творчества». Надежда Николаевна, скажите, насколько важно получить дополнительное образование современным детям? Мои знания сидят в телефоне, перед ними дома экраны телевизоров. Насколько важно еще чем-то их занимать? Как Вы считаете, как мама? Может быть, Вы, Алифтина Николаевна, расскажете? Я вот, наверное, на самом деле хочется поговорить на эту тему, потому что на сегодняшний день, наверное, ребенок чуть ли не с момента рождения уже привыкает к тому, что можно играть на телефоне, на компьютере. И очень часто родители, забыв о том, что необходимо все-таки же уделить внимание своим детям, вот разрешают увлекаться современным. Дал телефон и сидит, никому не мешает. Вот правильно Вы говорите, никому не мешает. Но, уважаемые родители, это неправильно. На самом деле на сегодняшний день есть разные возможности заниматься детьми. Конечно, может быть, не всем хватает места в тех домах творчества в том направлении специальности, куда бы они хотели, но уже очень много других направлений. Даже элементарно мы, родители, можем уделить внимание своим детям. У нас на улице около дома столько площадок. На сегодняшний день благоустроены почти все дворы. Сейчас зима, стали на лыже, пожалуйста, кататься. Можно кататься с горок, можно сходить в лес погулять. Но почему-то мы вот эти занятия забыли. И в то же время, ведь можно дома и шахматы, и шашки, и вязали, и вышивали, и кулинарии. Все это можно использовать. Но почему-то все эти вещи забыли. И потом мы говорим о том, что дети нас не слушаются. Постоянно сидят, упнувшись в компьютер. Это неправильно. Поэтому очень часто уважаемые родители, конечно, намногое зависит от нас. Вот на примеры Новочебоксарска тоже хочу сказать. На самом деле в домах творчества все есть. И работают у нас и бассейны на сегодняшний день. Проводятся дни открытой двери, дни здоровья, когда можно бесплатно посетить те или иные спортивные комплексы. И в образовательных организациях на сегодняшний день работают кружки. Возможно, не то количество часов, которое необходимо всем детям, но так или иначе условия созданы. И поэтому, наверное, даже на примеры Яблоков, что я хочу сказать, и папа, и мама, и Сергей Геннадьевич, и Надежда Николаевна, они сами помогают детям именно раскрыть себя, заниматься спортом. И, как Надежда Николаевна сказала, старшие ведут младших. Это тоже имеет очень большое значение. Они воспитывают в них с детства правильные мысли. Правильно, своим поведением они воспитывают младших детей. И поэтому я очень благодарю родителей, которые создают вот такие условия для своих детей. То есть они своим примером показывают, какими должны быть. Мы же, как говоря о семейных ценностях, мы своим примером должны показать. Если хочешь воспитать ребенка, начни с себя. Да, правильно, мы так говорим. Поэтому я благодарю всех родителей, которые могут таким образом развивать свои дети, дать возможности для саморазвития. И вот дети обучаются в шестой школе. В шестой школе, на самом деле, у нас на сегодняшний день большое количество детей. И там тоже есть и кружки, и факультативы. Надежда Николаевна, может, скажет, какие занятия посвящают дети? Кстати, вот хотела сказать, когда старшие дети учились в начальных классах, они посещали музыкальную школу. Вот фортепиано, гитара, баян, аккордеон. И благодаря тому, что они этому научились, знания какие-то приобрели, дома также они занимаются и на гитаре, и на фортепиано, и синтезатор, и на гитаре. Целый вас ансамбль инструментарий. Да, они дома занимаются, благодаря тому, что вот в школу вот это вот все дает. Не только учебу, так же и дополнительно музыкально, дополнительно там каратэ, с малого возраста, с детского сада там посещают. И с начальных классов тоже. Благодаря вот тому, что вот в школе есть, у нас тоже много знаний получаем от школы. Скажите, вот насколько вот телефоном можно пользоваться? Есть у вас какие-то ограничения? Вот на вашем примере, например, телевизор, телефон, гаджет. У нас телевизоры, они временами успевают смотреть, может быть, перед сном. А так у нас дети до такой степени загружены, с утра встали. Очень правильно, успевают. То есть они настолько действительно заняты. Да, с утра встали, позавтракали, собрались, за собой убрали, собрались. В школу пошли, из школы где-то в 3-4 возвращаются, опять поужинали и опять на занятия. Возвращаются в 8-30-9 часов после занятий. Хоть Паша с Димой, хоть Злата, но с ними вместе. А что они говорят? Не устают, не жалуются? Нет. Наоборот, им это очень нравится. Они с интересом, с рвением бегут туда. Хоть в субботу, хоть в воскресенье. Даже бывает, воскресеньем они занимаются. Что вы можете посоветовать мамочкам, которые смотрят наш телевизор, перед экранами сидят телевизоры, что вы можете им посоветовать? Потому что многие говорят, вот у тебя один ребенок, конечно, ты успеваешь, а у меня их трое. Вот что мне делать? Как мне успеть? И в садик, и в школу, и еще куда-то. У вас 5. Вот на своем примере скажите, как вы успеваете? Как им успевать? Организовать свой график, подстроиться под детей, так, чтобы было лучше детям, а не тебе, не себе. А как понять, какое направление выбрать? Вы как мама еще все-таки, вы как-то наблюдали с своими детьми, смотрели? Мы первоначально, в самом начале, с садика, когда они ходили, старшие сыновья с садика ходили, мы сразу же в 6-ю школу начали посещать, на карате заниматься, на первый толчок в спортивном уклоне дал Олег Анатольевич Сачкин. Это по карате. И он до такой степени хорошо играл с ними, занимался с ними, что дети тянулись. Мне кажется, это тоже многое зависит от преподавателей, не только от родителей. Может быть, поэтому... И, конечно, должна быть взаимосвязь, когда и родители хотят, и преподаватели стремятся вложить как можно больше детей. А после того, как мы карате не бросили, а перешли с карате на дзюдо, там у нас уже Владимир Николаевич, он для нас самый главный человек, Медведев. И как он скажет, так и будет. Он сказал, завтра выезжаем куда-нибудь на соревнования, значит, едем. Я хочу дополнить то, что вы сказали, она же Николай, на какой она должна быть семья. Наверное, очень много в семье зависит именно от женщины. Женщина на сегодняшний день, она ведь и работает, она успевает на работе, в то же время поддерживает супруга, в то же время является мамой, и помогает своим детям и создавать дома уют, готовить к школе, развивать их способности. И в то же время от женщины очень много зависит, каким будет домашний очаг. И поэтому я вот не зря вот именно обращаюсь к нашей Николаевне и хочу сказать, что именно благодаря ей, благодаря умению взаимоотношений с супругом, они вот создали, наверное, такую семью. И я тоже вот отметила еще в начале то, что вот такие семьи, они являются как бы образцом. И если у нас будут вот такие семьи, у нас и республика будет очень успешной, потому что именно от того, как они воспитывают своих детей, зависит и будущее. И они же, видя вот пример своих родителей, эти дети потом будут создавать такие же семьи, наверное, скорее всего, тоже захотят, чтобы семья была многодетной. И будут создавать такие же условия для своих детей. Мы же не зря говорим о том, что у нас идет передача всего из поколения в поколение. И также хочу отметить, что данная семья делает очень много для сохранения и национальных традиций. Они успевают и участвуют в различных конкурсах, связанных именно нашей республикой, связанных с национальными особенностями. Наджи Николаевна у нас скромная, не все рассказывает. Да, очень скромная. Не все рассказывает. На самом деле у них успехи есть и в этом направлении. То есть семья всесторонне развитая. И именно благодаря взаимоотношениям между супругами, возможно, вот тот пример, даже семьи были родители тоже многодетными и крепкими. И мы видим на сегодняшний день вот такую семью. Это из поколения в поколение передаются вот такие традиции. Ну что, Надежда Николаевна, спасибо вам большое. Тогда скажите еще раз, как вам удается еще какой-то? Есть у вас закон, секрет, который позволяет вам делать такую семью крепкой? Понятно, пример, наверное, ваших родителей тоже был, да, перед вашими глазами? Так как такового секрета нет, мне кажется, у всех в своей семье свои секреты. Но у нас нет секрета. Мы просто друг друга любим, друг друга уважаем, друг друга понимаем, поддерживаем. Меня муж поддерживает в основном во многих вещах. То, что я участвую у него на работе в конкурсах разных. Мы с семьей участвуем в конкурсах разных. Это у него на работе, там мы еще поем. То есть вы считаете важным еще вот эту часть, да, не только как бы закрыться и жить в своей семье, а еще важно об этом рассказать, кому-то показать? Вот именно он меня, нас объединяет то, что мы вместе с семьей выходим. Мы всегда стараемся вместе это все делать. Если что-то не получится, друг другу подскажем, поможем. То есть очень важно быть семьей, разговаривать с членами семьи, любить. Все же, да, своих членов, в первую очередь своих членов семьи. И тогда все получится, думаю, наших телезрителей тоже. Будут крепкие семьи и рожать, конечно, побольше детей. Дети это счастье. Не зря об этом говорят. И действительно это так. Надежда Николаевна подтвердит, что это предел пять детей. Может быть, вы еще? Бог даст, еще будет. Я обычно так отвечаю. Замечательно. Замечательно. Дорогие гости, есть у нас такие продвинутые родители, которые придумали еще один способ воспитания. Отдать своего ребенка на время в другую семью. Это правда есть такое. Даже на странном названии все это движение называется кит-шеринг. Как вы считаете, дорогие гости, отдали бы вы своих детей в чужую семью на время для воспитания? Начнем, наверное, пусть Алифтима Николаевна ответит первое. Как вы считаете, вообще стоит этому движению? Способствуйте или нет? Я, конечно, наверное, сразу скажу, что здесь каждый, наверное, оценивает по-своему. Я бы, например, не хотела своего ребенка отдать чужую семью. Если я, например, сама в состоянии воспитать, если я могу... Мы говорим о том, чтобы на совсем, на время. Поняла. На день, на сутки, на неделю, например. Может быть, вот, например, если взять, опять я возвращаюсь с семьей, Надежды Николаевны Сергея Геннадьевича, может быть, чтобы показать, как, например, в данном случае живет вот эта семья, чем заняты дети и показать, каким должен быть ребенок, возможно. Вот, например, СУС Надежды Николаевны, мы что слышим? Есть и домашнее хозяйство, дети помогают вести домашнее хозяйство. Старшие помогают младшим. Они успевают заниматься и творчеством, и спортом, и в то же время и учатся неплохо, да? Может быть, на самом деле, вот этот пример надо показать. Тем более, тем родителям, у которых возникают какие-то, возможно, проблемы в воспитании своих детей. Или у детей нет желания, например, заниматься какими-то дополнительными видами, да, деятельности, как спорт, как творчество. Возможно. Ну, как вы считаете, Надежда Николаевна? Надежда Николаевна, вы готовы принять какого-либо ребенка? Пришли бы к вам еще, например, вы бы своих двух отдали бы в другой семье, и пришли бы другие дети, которые чужие. И я своих не отдам, а приходить пускай приходят. Все слышали, дорогие телезрители, Надежда Николаевна, готовы принять, чтобы показать на примере, как это может быть. Как успевать и детям, и родителям, как наставник, наверное, да, как наставник для мамы или для папы. Ну, в принципе, это возможно. Ваш ответ. Вы знаете, я, конечно, не сторонник того, чтобы своего ребенка отдать совершенно в чужую семью, вместо своего ребенка жалко. Ну, вот, честно говоря, наверное, принять, наверное, бы, может быть, приняла. Просто обменяться опытом, потому что очень часто, вот, работая в учреждениях дополнительного образования, иногда смотришь и видишь, что, наверное, родители все-таки воспитывают детей не совсем так, как мы привыкли. Все-таки, знаете, есть педагогическая наука, в педагогической науке все давно уже определено, есть определенная методика. Родители ведь сейчас молодые, действительно, на самом деле привыкли к тому, что ребенку дали гаджет, ребенок спокоен, смотрит. И, знаете, что еще тоже интересно, родители ведь тоже в это время в гаджетах находятся, в телефонах. То есть они общаются в социальных сетях, общаются с другими людьми, но никак не со своим ребенком. А с ребенком нужно общаться, с ним нужно разговаривать, его нужно учить, читать сказки, говорить о жизни, говорить о погодных явлениях и так далее. Поэтому, знаете, наверное, может быть, как обмен опытом, как может быть какой-то интересный проект. На муниципальном уровне, на республиканском уровне, да, возможно, но своего ребенка жил. Как наставничество, как одна мама может стать наставником другой мамы, или дети из этой семьи могут быть наставниками для другого семьи. И это, конечно, будут решать родители сами, но вот такие примеры, конечно, у нас есть. Может быть, какой-то цикл мастер-классов. Да, по обмену опытом можно, да. Надежда Николаевна, смогли бы рассказать о своей семье, вот так же прийти, показать на своем примере, как вы справляетесь, подсказать где-то, посоветовать кому-то. Мне кажется, это возможно и на телевидении, какую-то подобную программу, где приходили бы такие мамы и в процессе рассказывали бы о себе. Интересно, можно подумать на этот счет. Дорогие гости, беседа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. А я напоминаю, что у нас в гостях были Алевтина Федорова, председатель Союза женщин Чувашии, Наталья Захарова, заместитель директора Центра творчества Гордона в Чебоксарске и Надежда Яблокова, мама пятерых детей. До свидания и всего доброго!